Лидера партии Шанс Алексея Лунгу, пришедшего на митинг в поддержку представителей Блока Победа, Башкана Гагаузи и Евгении Гуцулы, активистки Светланы Папан Силой, доставили в инспекторат полиции столичного сектора Баюканы. Политик говорит, что это произошло после того, как он попросил немного времени, чтобы получить консультацию юриста на обращение полицейских к организаторам манифестации и провести ее на расстоянии не ближе 25 метров от здания суда. В ответ полицейские буквально потащили его в машину. При этом, по словам Лунгу, никто не объявил ему причину задержания. Не произошло этого и в полицейском автомобиле, где он повторил свое требование. Скажите, почему меня задержали? Вам все объяснят в инспекторате полиции. То есть вы меня везете без объяснения? Вы устраиваете цирк. Я устраиваю цирк. По словам Алексея Лунгу, в инспекторате полиции сектора Баюкан ему не разрешали вести видеосъемку, чтобы фиксировать нарушения, которые допускаются по отношению к нему. И первоначально не допускали адвоката. На меня надели наручники. Насильно надели наручники руками за спину. В таком положении держали долгое время. Через некоторое время наручники разрешили снять, чтобы я мог попить воды. В какой-то момент адвокату не разрешали войти. Адвокат долго стоял у двери. В конце концов, он вошел и сказал, если не позволите мне связаться с клиентом, тогда задерживайте и меня. Им не понравилось это заявление в адрес адвоката, и в конце концов он получил разрешение. По словам Алексея Лунгу, адвокату сообщили, что в полиции руководствовались статьей 336 Кодекса об административных правонарушениях Молдовы – злонамеренное неподчинение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов. Отметим, что эта статья предусматривает штраф до 1800 леев или назначение наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу общества на срок от 30 до 60 часов. В итоге Лунгу отпустили. Выйдя из здания инспектората полиции, он сообщил журналистам, что отправляется на медицинское освидетельствование, чтобы зафиксировать телесные повреждения, нанесенные сотрудниками правоохранительных органов. По мнению Лунгу, полицейские действовали по указанию властей, выполняя политический заказ. Могу вам показать. Это было в момент задержания, когда меня схватили полицейские. Это злоупотребление со стороны правоохранительных органов. Даны указания, чтобы мы не смогли протестовать мирно, не смогли передать свои послания нашим сторонникам, не смогли передать свои послания нашим так называемым зарубежным партнерам по развитию, чтобы те видели злоупотребление в этой стране. В итоге мы оказались самой бедной страной в Европе, самой бедной в мире и совершенно недемократической. Выйдя из комиссариата, Лунгу также рассказал детали своего задержания. Мы не отказывались отойти. В какой-то момент комиссар полиции сектора Баюкан дал указание офицеру задержать меня. Когда я попросил рассказать, в чем причина, почему меня задержали, что дальше и какие обвинения выдвинуты, меня схватили четыре полицейских и затолкали в машину без каких-либо объяснений. Многие юристы назвали действия правоохранительных органов в отношении Алексея Лунгу недопустимыми. В комментарии Пятому каналу Тео Кернац оценил их как грубое нарушение прав. Когда полиция применяет меры по задержанию лица, во время задержания она должна сообщить ему причину задержания. В противном случае это считается незаконным лишением человека свободы. Если Алексею Лунгу не сообщили о причине задержания, то действия полиции можно квалифицировать как злоупотребление. Если он просил предоставить ему право воспользоваться услугами адвоката, ему было отказано, то было нарушено еще одно право – на защиту. Если в момент задержания к лицу применяется несоразмерная физическая сила, то есть Алексей Лунгу подчинился требованиям полицейских, а полицейские, даже видя, что он подчиняется, применяют физическую силу, то в таком случае со стороны полиции это и является злоупотреблением. Адвокат Юрий Мерджиняну по этому поводу заявил, что адвокат должен присутствовать при задержании в обязательном порядке. А то, что делает власть в Молдове, говорит о том, что она в агоне и видит в оппозиции не только врагов государства, но и своих личных врагов. Пятый канал обратился в прислужбу генерального инспектората полиции за комментариями на обвинения со стороны Лунгу и экспертов. Однако ответ оттуда на момент подготовки этого сюжета к эфиру не пришел. В прислужбе администрации президента, правительства, а также парламентской фракции ПДС нашему телеканалу сообщили, что комментария на эту тему нет.